— Вы кто? — он мялся на пороге, не решаясь войти. — А вас не предупреждали обо мне? Ответом на этот вопрос явилось возмущенное фырканье. Должно быть, не предупреждали. Он ждал, скулы у него покраснели, и от неловкости вдруг стало очень жарко, а она не торопилась. Сложила бумаги, выровняла по краям и без того идеальную стопку, сцепила руки в замок, кисти крупные, ногти короткие, без лака, погрузила подбородок в волны шейного платка, завязанного почти по-пионерски, и уставилась на него поверх очков. Он ждал в дверях, терпеливо. — И что вам нужно? — он улыбнулся, чувствуя собственное собачье заискивание. Он то и дело заискивал, особенно в последнее время. — Моя фамилия Дверь. Простите, закройте дверь. Он помолчал секунду. — Как плохо все начинается, как отвратительно все начинается. Хуже не придумаешь. Ему просто необходимо стать здесь своим, и ничего не получается. Впрочем, у него вообще ничего не получается, особенно в последнее время. — Я могу зайти потом? — Не нужно потом, — рыкнула хозяйка кабинета. — Вы уже зашли сейчас. Закройте дверь, пройдите, сядьте. Вот на кого она похожа. На Ефрейторшу из черно-белого фильма про войну. Ему всегда нравилось придумывать сравнение. Он проделал все, как было велено, закрыл, прошел, сел. И очень неудачно. Оказалось, что кресло глубокое, вязкое, низкое, и теперь взгляд его упирался как раз в узел ее пионерского галстука. Чтобы добраться до лица, приходилось смотреть вверх. Вы кто? Автор? Если так, то вам на второй этаж. Я авторов не принимаю. Он вдруг развеселился, настолько, насколько позволяло его теперешние положения. Почему автор? У вас недокормленный вид, как у всех писателей. Или вы с бумагами от Конторовича? Моя фамилия — Шангирей. Он облизнул губы, которые все время сохли. И я новый сотрудник издательства. Конечно, она ничего не услышала, кроме странной фамилии. — Как? — Шангирей, — повторил он. Пишется через черточку, то есть через тире, то есть через дефис. У Лермонтова, если помните, были родственники по линии бабушки, как раз с Шангиреей. — Да при чем тут дефисы и родственники Лермонтова? Она сдернула очки. — Вы кто? — Я новый заместитель генерального директора. Ей-богу, он чувствовал себя виноватым, как будто признавался в чем-то постыдном. — Я шел мимо, а у вас дверь была открыта, и я решил... Очки шлепнулись на пол с дребезжащим звуком. Он кинулся их поднимать, но пока доставал себя из кресла, она уже вынырнула из-под стола, зажав очки в руке, дико на него взглянула и схватилась за телефон. — Ну да, конечно. Следует немедленно все проверить. Какой к черту из него заместитель генерального? Того и гляди, милицию придется вызывать, а то и санитаров. — Настя, соедините меня. — Нет, прямо сейчас. Она послушала немного. — Хорошо, я подожду. — А вы сядьте, сядьте. Решив, что в кресло ни за что не вернется, он огляделся, обнаружил три стула, стоящих вдоль стены, сел на средний, справа пристроил сумку, а слева куртку. Потом решил, что таким образом занимает слишком много места, и пристроил куртку на сумку. Потом еще немного подумал и взвалил весь ком себе на колени. Хозяйка кабинета следила за его вознёй, не отнимая трубки от уха. Очень неодобрительно, немного даже с подозрением. Видимо, на том конце линии что-то произошло, потому что выражение у неё моментально стало притворно ласковым, нежным, как будто абонент из трубки мог воочию наблюдать ряд волшебных изменений чудного лица. «Анна Иосифовна, это я. Простите, что беспокою, но ко мне пришел человек, который утверждает, будто он ваш новый заместитель, а я ничего об этом не знаю». В трубке заварковала, довольно громко. Слов он не мог разобрать, конечно, но понятно было, что говорят убедительно, даже настойчиво. И чем дальше, тем больше эта настойчивость повергает ефрейторшу в растерянность. Растерянная ефрейторша — своеобразное зрелище. «Хорошо», — сказала она так, как по уставу положено говорить, «есть». Ясно, громко, четко. «Поняла. Да. Сделаю все, что смогу». Задумчиво постучала себя по ладони с молкшей трубкой, выбралась из-за стола, подошла к окну и уставилась на улицу. Он ждал. Ефрейторша спохватилась, подтянула узел шейного платка, смахивавшего на пионерский галстук, выдохнула, как будто хлопнув стопку, и повернулась к нему. «Итак, здравствуйте!» Это было сказано до странности бодряческим тоном, и так фальшиво, что ему вновь стало неловко. «Меня зовут Митрофанова Екатерина Петровна. Будем знакомы». Издали протянув руку, она двинулась на него. Он вскочил, куртка полетела на пол, сверху плюхнулась сумка, из которой лениво, как будто неохотно, вывалились растрепанная записная книжка, какие-то разномастные карандаши, наушники и журнал с красивой девушкой на обложке. Вместо того, чтобы пожать протянутую руку, он начал бестолково собирать свое барахло и совать его обратно в сумку. А когда выпрямился, пожимать было нечего. Она стояла словно по команде вольно и смотрела на него, похоже, с отвращением. «Меня только что назначили», — сказал он, пытаясь оправдаться немного. «Анна Иосифовна, должно быть, просто не успела поставить вас в известность». «Ну да», — согласилась Екатерина Петровна бесстрастно. «Ну да». Полоумная старуха окончательно лишилась разума. Вот что она хотела сказать на самом деле. И он отлично понимал это. Назначить такого заместителем? Кем же надо быть? Ему не хотелось оправдываться. В последнее время он устал оправдываться. Но то и дело приходилось. «Наверное, будет официальное представление, то есть даже обязательно. Но я решил заранее, насколько я понимаю», — перебила его Екатерина Митрофанова. «Вы пришли на место Веселовского. То есть именно вы будете заниматься работой с авторами». И тут она не справилась. Тяжело опустилась на свой трон и взялась рукой за лоб. «Господи!» — протянула по бабе. «Да что же это такое?» «Как вас хоть зовут-то?» «Алекс», — бухнул он по привычке, но тут же поправился. «Александр». «Прелестно!» — оценила Екатерина Петровна тоном Фаины Раневской. «Еще и Алекс. Алекс Юстасу». «Господи!» «Вы не переживайте так», — сказал он негромко. «На самом деле я нормальный». «И зря», — сказал. Впрочем, он часто говорил не в попад, особенно в последнее время. Она отняла руку от олба, взглянула, и от ненависти и отвращения у нее затряслись губы. «Анна Иосифовна, разумеется, вольна принимать любые решения. И обсуждать их с вами я не намерена». Она помолчала немного, пытаясь справиться с собой. «Итак, у вас ко мне какой-то конкретный вопрос, Александр. Как вас по отчеству?» «Павлович. Никто и никогда не называл его по отчеству в той давней жизни, которая была у него когда-то. В новой, по всей видимости, придется привыкать. У меня нет никаких вопросов, Екатерина Петровна. Я просто хотел познакомиться». «Значит, будем все решать в рабочем порядке, Александр Павлович», подытожила Екатерина Петровна. «Или помощь вам не нужна, и вы все понимаете в работе с авторами и в издательском деле как таковом?» Это казенная формулировка. Как таковая. Почему-то окончательно убедила его в нелепости всей затеи. Ему никогда не стать здесь своим. И ничего он не сможет с этим поделать. И ничего у него опять не выйдет. Это уж точно. Слишком часто он думал, что ничего не выйдет. Особенно в последнее время. Прижимая к груди куртку, а к боку нелепо раззявленную сумку, он попятился к выходу, отчего-то не решаясь повернуться к хозяйке кабинета спиной, словно она являла собой стену плача, как вдруг дверь распахнулась, едва не поддав его по заднице, и на пороге показалась перепуганная тетка. В каждой руке у нее было зажато по мобильному телефону. Она почти споткнулась об Алекса, но не обратила на него никакого внимания. Он посторонился, пропуская ее. «Катя!» — выпалила тетка, и глаза у нее внезапно налились слезами. «Ты только не пугайся, но у нас, прямо здесь, в коридоре, тебе, наверное, самой надо посмотреть». «Что? Что такое? Человека убили!» Зловещим шепотом договорила та и оглянулась по сторонам. «Вот все и началось», — успел подумать Алекс. Человек лежал ничком в комнатенке, заставленной железными шкафами. Дверцы шкафов были открыты, и внутри виднелись собранные в пуки пыльные провода, тумблеры и какие-то кнопки. Люди в коридоре негромко переговаривались, но входить не решались и расступились как по команде, когда громко топая примчалась задыхающаяся Екатерина Петровна со свитой, начальником отдела женской прозы Надеждой Кузьминишной, и неизвестным странным типом. Тип, завидевший труп, быстро ретировался в боковой коридор. Там он почему-то сел на пол, достал мобильный и нажал кнопку. Рука у него тряслась. Стрешнев все время видел его боковым зрением. «А этот откуда взялся?» Митрофанова пятилась от лежащего тела, отводила глаза и с трудом сглатывала. «Кто это?» «Да неизвестно, кто Екатерина Петровна. Как неизвестно, когда он в этом... Как его?» «Ну, в форме!» «Где Сергей Ильич?» У Екатерины, оказывается, нервишки тоже наличествуют, потому что голос она возвысила почти до визга, и очки на носу перекосились, сделав ее смешной и жалкой. «Где начальник хозяйственной службы?» «Позовите его кто-нибудь немедленно!» «Да его с утра не было, Екатерина Петровна. Он, кажется, на склад в Видное уехал и сегодня быть не собирался. Но тогда кого-нибудь, кто может знать этого... покойного!» «Найти быстро!» «Напрасно она вопит», — подумал Стрешнев. «Ох, напрасно! Нельзя так расходиться на глазах у людей, и без того происшествие... неприятное. Трагическое, можно сказать. Народ все прибывал, запах беды и сенсации волнами расходился по издательству. Повсюду хлопали двери, и коридор потихоньку начинал гудеть, заполняясь голосами, как растревоженный среди зимы омшаник. «А крови-то...» — бормотала Надежда Кузьминишна. «Катя, там столько крови! Прекратить! Закройте дверь немедленно! Как же ее закроешь, если там у него... ноги!» Труп действительно лежал так, что закрыть дверь было никак невозможно. «А милиция? Вызывать? Господи, да кто же его так? Из спины торчит, видишь? А это наш рабочий, что ли?» Надежда Кузьминишна протолкалась через гомонящую толпу, зажимая рот рукой, и кинулась в сторону туалета. Неизвестно, как здесь оказавшийся, трясущийся тип что-то быстро говорил в мобильный телефон, и Стрешнев, который беспокоился все больше, решил подойти к нему. «Вы кто?» Тип поднял светлые, совершенно больные глаза, мотнул головой и сказал в трубку, «Все, я уже не могу разговаривать. Давай, думай быстрее, пока!» «Вы кто?» Тот поднялся, придерживаясь рукой за стену. «Какие-то вещи остались лежать на полу, кучей. Если вы журналист!» Возвысил голос Стрешнев. «Я не журналист!» Выговорил тип неохотно. «Я новый сотрудник издательства!» Тут Стрешнев вытаращил глаза. «Моя фамилия Шангирей, и навести обо мне справки вы можете у Анны Иосифовны!» Стрешнев не поверил ни единому его слову. «А кому вы кинулись звонить?» «Так поспешно!» Новый сотрудник вытащил из кучи на полу объемистую сумку и зачем-то воздвиг ее на плечо. «Я звонил своей девушке». Глядя Стрешневу в лоб, выговорил он. «Назначал свидание. Этого достаточно? Или вы еще что-то хотите узнать?» «Саша! Саша, подойди сюда быстрее!» Стрешнев дернул шеей. Отступать ему не хотелось. И запах беды, разлитый в коридоре, взвинчивал нервы, как будто с каждым вздохом струна все туже натягивалась на колок. «Саша! Где Стрешнев?» Зная, что Екатерина теперь ни за что не уймется, так и будет голосить, Стрешнев еще раз смерил бледного субъекта взглядом, чтобы у того не оставалось никаких сомнений в том, что поединок не окончен, и ввинтился в уплотнившуюся и разросшуюся толпу. «Катя, я здесь!» И он понизил голос. «Что ты кричишь?» «Нужно послать кого-то наверх, чтобы Анна Иосифовна сюда не подходила. Вообще что-то надо делать. Я не знаю, скорую, что ли, вызвать? Или милицию?» «И скорую, и милицию. Может, иметь смысл сначала Павлову позвонить?» И они посмотрели друг другу в глаза. «Да, такой шаг требовал серьезных обсуждений, а времени у них не было совсем. В любом случае придется звонить ментам. Даже если Павел...» «А что Павел?» «Когда у нас тут убийство!» «Вот именно!» Сказал Стрешнев значительно. «Вот именно!» Митрофанова перевела взгляд на толпу у него за плечом и вдруг заговорила громко и отчетливо, как на плацу перед строем. «Значит так!» «Никаких мобильных телефонов!» «Все убрать немедленно!» «Если кто-то вякнет хоть что-то в интернете, найду и уволю по статье!» «Вы все прекрасно знаете, что так и будет!» Глазами она зацепилась за кого-то в толпе и спросила еще, прибавив голосу. «Так, Олечка!» «Так, Екатерина Петровна!» Проблеяла Олечка из отдела русской прозы. Всем в издательстве было хорошо известно, что эта самая Олечка — крутой блогер, и однажды ее блог прочитали целых сто человек. Это было событием. «И я советую всем вернуться на свои рабочие места!» «А вот это опять напрасно!» подумал Стрешнев. «Все равно никто не вернется, а давать указания, которые никто не собирается выполнять, глупо и ни к чему». «Что здесь происходит?» Екатерина Петровна вздрогнула, очки перекосились еще больше, и рот утратил четкие контуры, словно она собралась зарыдать. Стрешнев даже поддержал ее под локоть. «Где Митрофанова?» Стрешнев где?» Из конца коридора, заполненного народом уже до краев, как будто пошла приливная волна, сотрудники шарахнулись к стенам, и к ним приблизился Павел Литовченко, владелец издательства «Алфавит», самого крупного в России и третьего в Европе, бог-отец, бог-сын и бог-дух-святой в одном лице. Митрофанова быстро глянула на Стрешнева. «Откуда он здесь взялся?» «Мы ж только собирались ему звонить. Или ты меня обошел на повороте и уже позвонил сам? Если так, берегись, не прощу». Стрешнев отвел глаза. «Понятия не имею откуда. Он же почти никогда не приезжает. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не придется звонить. Павел Николаевич, у нас здесь несчастье. Как это случилось?» «Мы не знаем». Надежда Кузьминишна зашла в этот коридор и вот... Нашла. Митрофанова обеими руками подтянула узел шейного платка, похожего на пионерский галстук. «Я собиралась вам звонить, а вы уже приехали, оказывается». «Милицию вызывайте», — приказал Литовченко охраннику. «И службу безопасности сюда. Кто там? Беляев Володя? Он самый. Вот и его тоже. Кто убит, хоть определили?» «Да в том-то и дело, что нет. Он в комбинезоне, значит, из хозслужбы. Но начальник в видном, и мы пока...» Давишний нервный тип вдруг материализовался из отхлынувшей толпы, выбрался на передний план и даже задел Литовченко плечом. Митрофанова изменилась в лице. Стрешнев сделал движение, будто собирался схватить типа за шиворот. Литовченко посмотрел и посторонился. Его охранник что-то быстро говорил в мобильной, тоже взглянул без всякого интереса и отвернулся. Тип присел на корточки и зачем-то уставился на ботинке лежащего ничком мужчины в комбинезоне. «Анну Иосифовну уже успели перепугать?» «Я послала к ней людей, чтобы ее сюда не пускали. Но, конечно, все уже знают. И она наверняка тоже». «С ней никаких подробностей не обсуждать», — приказал владелец своим топ-менеджерам, таким же тоном, каким они сами давеча приказывали остальным. «С нейрозом». «С нейрозом. С нейрозом». Продолжение следует...